здравствуйте уважаемые гости подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать в 2023 году желаю всем крепкого здоровья любви и счастья благополучия мирного неба над головой тема сегодняшнего моего расклада томас теодор мерлин эта история начиналась так власти лондона решили снести старый особняк и там они обнаружили уникальную библиотеку а также коллекцию неизвестных науке существ останки драконов вампиров фей и различные были магические книги а также зелья с всевозможными опять-таки неизвестными свойствами томас мерлин жил на рубеже 18 19 веков он был ученый натуралист те находки которые нашли в этом особняке опечатали и стали ждать наследника и полновластным владельцем стал правнук и полный тезка томас теодор мерлин правнуку передали необычную коллекцию это были детеныши драконов мумии русалок также заспиртованные эльфы и на этом в общем то как бы история заканчивается однако теодор мерлин стал все больше и больше интересовать людей что примечательно он путешествовал один и что еще удивительно 80 лет он выглядел на 35 лет он был полон сил и прожил он до 160 лет томас теодор мерлин родился в 1782 году а бесследный исчез в 1942 родился он в аристократической семье отец томаса был богат он был в англии известным биологом а также эдвард имел генеральский чин британской армии именно он начал собирать коллекцию различных неизвестных животных и растений также разных существ вот что я сейчас посмотрю меня попросили посмотреть что же это было за личность теодор мерлин сегодня я буду работать на тару черный гримуар что же он был за личностью и где же он добыл необычную коллекцию даже даже его отец эдвард где где нельзя ли этих необычных существ животных а также растений что что же он был за личностью теодор мерлин да что же это за коллекция откуда она взялась эта коллекция там тысячи тысячи экспонатов и куда же исчез тысяча девятьсот сорок втором году теодор мерлин куда же он исчез что касается его личности он достаточно был необычным человеком да я могу также сказать что он был со сверхъестественными способностями и он мог видеть то что не видит то что не видят другие люди он знаете как кропотливо скорее всего то что ему передал его отец кропотливо что то изучает вот если брать его психологический портрет он достаточно терпеливый человек умеет знаете долгое время может быть даже не менять позу находиться в определенной позе и что то кропотливо изучать дальше у него по шестерке пентаклей опять таки могу сказать он достаточно был уравновешенным человеком знающий цену не только деньгам но и той коллекции которую обладал но вот опять таки несмотря на то что вот я его вижу как щедром бескорыстным знаете таким меценатом он одинок он одинок он одинок и он не тот за кого он себя выдавал я еще посмотрю что еще есть в этой карте что еще есть в этой карте карта башни и семерка мечей я бы могла даже так сказать он обладал огромной 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 энергией вы знаете у меня такая все таки идет мысль что он обладал знаниями не просто энергией он обладал знаниями может быть даже осознанное перерождение но вы знаете свое время если вы ну кто то знает была такая организация она существовала с 1935 года по 1945 организация это называлась они 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 нерви это оккультно идеологическая организация и знания они получили от от тибетских монахов во время своих экспедиций в тибет и вот как раз таки там большое именно там целая научная была можно так сказать много очень людей над этим работали и целый институт над осознанной реинкарнацией вот все таки у меня сейчас идет такая мысль что они нерви а вот эта вот организация они каким то образом даже могли быть связаны с мерлином теодором ну давайте посмотрю откуда взялась коллекция откуда взялась коллекция и теодор он знал и возможно он входил в порталы оттуда он брал свою коллекцию ну кстати удивительно было то что они так кропотливо собирают эту коллекцию с отцом да а по итогу она оказалась как то не нужна от нее почему то эту коллекцию люди боялись и ее даже никто не изучал но и сейчас это невозможно невозможно сделать потому что ну нет открытого насколько мне известно этого музея где бы можно было эти экспонаты посмотреть куда же он исчез давайте посмотрим а во первых я вижу то что как будто он не он не просто так исчез сорок втором году в 1942 году ему как раз таки угрожала опасность и у него это было вынужденное исчезновение и опять таки могу сказать это было какое то как перемещение а вот как раз таки может быть но спрошу а вот организация а ненербия каким то образом могла угрожать теодору теодору да именно так так оно и так оно и было по всей видимости они его хотели мерилина взять как-то вот сам мерилин для них представлял какую-то даже угрозу могу так сказать они они могли даже вести охоту за ним вот эти люди а организация а ненербия вела скорее всего охоту за ним не просто так он исчез так знаете что спрошу а отец эдвард и теодор мерилин это одно лицо или это два разных человека а я вижу что это одно и то же лицо вы знаете как бы странно не было то что я скажу вот отец отец как раз таки был известен как он имел генеральский чин британской армии он был тоже ученым и исторически как появляется Томас Теодор после того как погибает Эдвард умирает Эдвард и по записям по дневникам там Эдвард и сын Томас они всегда путешествовали вдвоем но у Эдварда не было жены но он это объясняет так что она умерла родами когда она рожала Томаса но Томас нигде не учился это опять таки по той информации которую я нашла о нем в интернете и он получил великолепное образование нет карта Луна это двойственность это тайна все указывает на то и король Пентакли и император и королева мечей это хитро сработанный и четверка жезл это очень хитро такой сработанный план это одно и то же лицо скорее всего у этого человека было осознанное перерождение и он умеет он знает где находятся порталы и знает как оттуда как туда можно войти и как оттуда можно выйти вот эти все животные необычные они конечно же растения они настоящие это то что жило тысячи тысячи веков на земле до возможно различных страшных катаклизм когда одна цивилизация погибала на ее место приходила другая цивилизация но даже если посмотреть по пирамидам по тайнам пирамид и опять таки тысячи тысячи тайнам которые есть ну мы уже пришли к выводу что все таки наша цивилизация самая несовершенная и вот эти технологии которыми мы сейчас пользуемся на самом деле это ничто по сравнению с теми технологиями которые были до нас да были феи были эльфы и вампиры и драконы и эти животные действительно существовали и как раз таки вот все вот эти сказки они опять таки это все из реальности также говорящие щуки и и так далее и тому подобное но я действительно вижу что Теодор Мерлин был удивительным человеком и он не исчезал нет и он как раз таки и получил да несмотря на то что он назвался правнуком и он подлинные документы предоставил на самом деле это одно и то же лицо это один и тот же человек который обладает возможно оттайной бессмертия и может перемещаться я это вижу так если к данному раскладу у вас есть какие-то свои комментарии напишите пожалуйста берегите своих детей берегите себя всего доброго